Приветствую вас! Денис Мигалев заявил, что Украине надо в ближайшее время порядка 17 миллиардов долларов для ну скажем самое необходимое. Он имеет ввиду восстановление энергетической системы РАС. Ну, латание, латание. Плюс жилье. Ну, вы сами знаете, у нас жутко, ну, переселенцев много и не решается, не решается. Ну, понимаете, вот это полувременное жилье нет. Потом, как вы сами понимаете, колоссальная, колоссальная потребность в текущем ремонте, то, что уже горит. Очень горит. Ну, даже то, что не поломали. Ну, теплокуммунная энергия, так дальше. Да, да. И нужны деньги на пенсии. Да, да. Ну, не останавливают же выплату пенсии. Тем более, у нас сейчас выросли расходы опять же, да, переселенцев. Да, я понимаю, что мало платят, но все равно, ну, поймите правильно, деньги нужно позариться. Очень позариться. Ну, понятно, что Денис Мегай обратился к США, Евросоюзу и так дальше в надежде, что какую-то сумму денег дадут. Надежда есть, спорить не буду. И очень надеюсь, что помогут. Может, не всю хотя бы часть. Потому что, действительно, ну, зима довольно пока тепло, еще и терпимо. Вы же понимаете, ситуация какая. Вот сейчас мы заходим в зиму, и проблем все больше, больше, больше. Плюс, Денис Мегай, конечно, не сказал, что есть риск новых ракетных ударов. Про это не говорил. Но такой риск существует. По этой причине, вот, когда он говорит 17 миллиардов, это с учетом, чтобы под руками были деньги на новый ремонт. Поймите, здесь, конечно, можно по-разному к этому относиться. Можно ругать, возмущаться, говорить, да что же, почему мы ничего не делаем. Ребята, все, Господи. Ну, как? Вы же понимаете, ну, война. Самая настоящая война. И да, действительно, приходится вот лавировать, вылавировать, искать и так дальше. По этой причине такая вот ситуация. Ну, очень понадеемо, что дадут 17 миллиардов, потому что если не дадут, будет тяжело. Это факт. Ну, и сами просто но видите, что легко не бывает. Откуда вы в своей цели? Война ведь всегда тяжелая. Так что, ждем денег и воюем дальше. Другого выхода точно нас нет.